Продолжают сыпаться столпы, на которых стоит хунта Лукашенко. На этот раз речь идет о Белазе. Чтобы вы понимали, по всей видимости, производству сверхтяжелых грузовиков на Белазе конец. И вот почему. Дело в том, что он пользовался двигателями двух, вообще известных, хорошо известных мировых марок, Cummins и Rolls-Royce. Но в результате введения санкций, даже не в результате введения санкций, а просто в результате того, что санкции будут введены с 1 декабря, замечания еще не введены. Но введены-то будут. И Cummins, и Rolls-Royce отказались поставлять как двигатели, так и комплектующие для этих двигателей Белазу. Чем он теперь будет заводить самосвалы, непонятно. Двигательами Ярославского завода, что ли? Ну смешно. Купить такого плана дизеля, я даже не знаю, можно. Может быть, у кого-то еще и можно, я не спорю. Но дело в том, что любой завод, у которого Белаз захочет закупить эти двигатели, он же точно так же будет бояться санкций США. И тысячу раз подумает, кому поставлять и при каких условиях поставлять эти самые свои двигатели. Я не думаю, что кто-то, хоть один здравомыслящий нормальный бизнес пойдет против санкций Америки, просто потому, что он просто перестанет существовать. Это без вариантов. Соответственно, каких-то вариантов по где-нибудь достать двигатели у Белаза, собственно говоря, нет. Может быть, на России. Я не знаю, выпускает ли она что-либо из того, что нужно Белазу. А спроектировать и там когда-нибудь запустить через 15 лет производство. Нет, возможно, это и будет. Это уже при новом белорусском правительстве, которое придет на смену Хунте Лукашенко. Наверняка опять запустят Белаза, опять таки Каминс тогда им будет все это поставлять. Какой смысл? Ведь дело в том, что санкции закончатся в тот же день, когда падет режим Лукашенко. Соответственно, никаких проблем в дальнейшем не будет. Ну, а пока что похоже, что в ближайшие дни, в ближайшие недели Белаз прекратит производство от слова вообще. И когда он его теперь запустит, непонятно, точнее понятно, не при режиме Лукашенко.